США до конца лета прекращают выдачу россиянам неиммиграционных виз. Она возобновится лишь 1 сентября в значительно сокращенном объеме. Кроме того, в американские представительства в России за визой более не смогут обращаться граждане Беларуси. Рекомендовано подавать заявки в посольство США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе. Причина решения российских властей ограничить число сотрудников американской дипмиссии. Принятые московые меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который одобрен Конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом. И вот теперь визы. Москва считает, что с помощью таких мер США намерены вызвать недовольство россиян, проводимые властями страны политикой. Комментарий Юрия Козлова. В начале августа сотни сотрудников американской дипмиссии в России начали собирать чемоданы. После одобрения Конгрессом США очередного пакета антироссийских санкций, Кремль потребовал от американского посольства сократить число своих работников на 755 человек до 4 с лишним сотен. Также сотрудникам дипмиссии запретили пользоваться дачей в Серебряном Бару и складскими помещениями в Москве. Официально эти меры стали ответом даже не на последний набор санкций, а на ограничения, введенные еще при Обаме в конце 2016-го. Тогда Вашингтон выслал сотрудников российского посольства и наложил арест на российскую недвижимость в США. В эту среду американское посольство в России приостановило выдачу виз. Она возобновится 1 сентября, но уже по новым, более жестким правилам. Все обычные неиммиграционные визы будут оформляться только через посольство в Москве, а консульство в регионах будут обслуживать только американских граждан. Россия должна была догадываться, что это произойдет, потому что русские прекрасно понимают, чем занимаются сотрудники консульских учреждений. Мы сожалеем о произошедшем, но нам пришлось сократить штат наших сотрудников по требованию российского правительства. Очевидно, если становится меньше консульских работников, значит сокращается и объем работы, которую выполняет дипмиссия. По прогнозам Государственного департамента США, время получения американской визы для России может растянуться на полгода. Уже назначенные собеседования отменены, просителям виз переназначают визиты в посольство на более поздние сроки. Однако проблема в том, что у большинства желающих слетать за океан уже куплены авиабилеты. Сдать или обменять их сложно, либо вообще нельзя. Для нас, людей далеких от политики, аполитичных, это, конечно, просто неприятно. Неприятные ощущения. У нас уже куплены билеты, и, соответственно, мы теряем определенную денежную сумму. Это было нам неприятно, как обычным туристам, которые далеки от политических распри. Очень расстроены, потому что едем к родственникам встречать Новый год, планировали. Конечно, расстроились. Билеты уже купили, все оплатили, сюда приехали на самолете. Естественно, расстроились. Мне кажется, не совсем верное решение. Даже несмотря на политические какие-то санкции, я думаю, простые люди не должны это пострадать. В российском МИДе ужесточение правил выдачи виз назвали асимметричной мерой. В ведомстве подчеркнули, что после масштабного сокращения численность американской депмиссии в России сравнялась с численностью российской в США, а она работает в нормальном режиме. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главной целью авторов визового коллапса было вызвать недовольство россиян действиями Кремля. Дипломат пообещал подумать над ответом Госдепу. Впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная, это логика тех, кто организует цветные революции, и это инерция администрации Обамы в чистом виде. Насчет наших ответных действий, посмотрим, могу сказать только одно. Мы не будем срывать зло на американских гражданах. Визовый кризис сказался не только на россиянах. К примеру, получить американскую визу на территории России теперь не смогут граждане нашей страны. На сайте американского посольства в Минске сообщается, что собеседования для белорусов, которые уже оплатили сбор, также будут переназначены. Кроме того, дипломаты рекомендуют обращаться за визами в посольство США в Варшаве, Киеве, либо Вильнюсе. Белорусский МИД, комментируя ситуацию, выразил надежду, что американская сторона найдет возможность расширить работу консульского отдела посольства в Минске. Юрий Козлов, Вокруг планеты.